христос посреди нас мои родные любимые и сердцу дорогие христолюбцы все братцы сестры во христе всем желаю радости и сели в господи всем желаю счастья добра любви мира и сердца и в дам в души и дома ваши отвечают на вопросы просто почитаю некоторые комментарии у меня утра загружу вам ролик попозже конечно вы увидите вчера записал 4 ролика себе что-то там плохо его поджал объем большой получился еще вчера поставил на загрузку но он что-то так половина загрузилась жуть надо было либо пережать ну ладно уж теперь он там что ли сорвался еще так может загрузился ну ладно что давайте почитаем чего нас интересненько всех всех кто меня жутко жалит я как сказал я буду банить нещадно вот голову себе даже не забивать вот все эти их не чудные комментарии мне не нужны читать я вам не хочу как я вам говорил грязь эту голову на голову вам лить я тоже больше не буду хотел просто показать что 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 предстоит тому кто будет вести подобную жизнь больше или мало в меньшей степени ну каждого свой путь кролику об иисусе сестра пишет знала брать что ты нереально круто что настолько даже не представляла себе но у меня есть кого брать пример с моих тоже братьев сестер да на самом деле писание просто надо читать нормально да и все на читать последовательно вот об имени иисуса рождестве его что у нас много чего есть нет да надо взять разобраться по несколько глав в каждом в двух евангелиях матфея луки возьми да почитай ты сам да разберись во что ты сам ты веришь ты сам то твердо стоишь в своей вере и что то что ты веришь во что проповедник что ли говорит одно пророчество и сай ну возьми ты пару глав вперед пару глав назад и прочитай о чем речь то а если видишь ссылку на какую-то вторую третью главу да начни ты сначала читать и и читай до какого-нибудь логического завершения ты увидишь и все тебе откроется читай внимательно обращай внимание на каждое слово и все ты разберешься все тебе бог откроет благодарю бога иисус благодарение богу иисусу христу за тебя возлюбленный брат и благословенный господний служитель очень хорошо тему открыл спасибо тебе большое я читаю с канала христолюб в основном были последние комментарии о ролике по ролику об имени иисуса где-то уже он по моему 600 просмотров набрал мне это очень отрадно что люди посмотрели ничего правда не знаю ничего не добавляет ничего как-то не прибавляет не убавляет так в основном либо благодарят вот за утверждение еще что-то но я читаю изборочно не все конечно господний служить очень хорошо тему открыл спасибо тебе большое скинь жени девятьяру а то он что-то против имени иисуса христа проповедовать начал ну я уже отвечал еще раз отвечу жени об этом ролике моем на вот канале христолюб узнал наверно раньше всех точнее даже первой я обещал на лаве записать а когда его записала и загружал как раз вечером и жени накануне этого дня выхода ролика накануне он с утра в 10 часов загружался поставил публикацию на 10 утра ну я уж не помню какой там день до а вечером как раз мы с жени кратенько вконтакте попереписывались и я ему сказал что завтра выйдет ролик мое мнение я же не сказал что я думаю не так как он ягру если тебя есть ягра я почему мне там вот по-моему сейчас будет еще на лаве опять о жене я хочу ответить да там опять а или здесь здесь сейчас будет да 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 давайте сразу прочитаем то есть скинь жени девятьяру то есть я жене об этом ролике сказал еще накануне вечером он о нем знал если хотел посмотрел так что вот я хотел зачитать комментарии приветствую всех любящих христа благодарю за вас дмитрий за внимательно рассмотрение слова божьего которое просвещает назидает и многое проясняет а мало знаю я мало знакома с вашими проповедями роликами послушал о вашем пути ко христу и еще несколько ролик под названием ответы на вопросы вы строго и недвусмысленно отзываетесь о тех кто верит иному евангелию кроме евангелия иисуса христа ну да мне близка и понятна ваших глубокая любовь к иисусу христу богу пришедшему во плоти и спасшую нас не негодных и недостойных только по своей безграничной милости так что же вы можете сказать о человеке который имя иисус христос называет ошибкой подлогом и предлагает забыть заменить его вычеркнуть из своей жизни как результат поиска врагов я понимаю такой человек достоин сочувствия и жалости но если бы такой человек не был вам знаком и дорог если бы вы так лояльны и нерешительны если вы так лояльны и нерешительны в оценке лояльны и нерешительны как я слышал в ваших высказывать но это ваше тоже оценка моего поведения моего мнения мои позиции моего внутреннего мировоззрения до всего это ваша лишь лояльность и нерешительность мы же в это разные слова в эти слова можем разный смысл вкладывать не подумайте я не желаю крови но согласитесь есть очевидные вещи на которые невозможно закрывать глаза и говорить обтекаемо думаю и говорить обтекаемо думаю этот ролик вы озвучили с мыслью что жень его посмотрит задумается бог строгий сам и нас учит быть такими же по отношению к истине к истине быть строгими не к истине как может бог быть строгий сам и нас быть таким как к истине можно быть строгим невзирая на лица вот тут я вообще не пойму что написала как-то к истине можно быть строгим я отвечаю приветствую все во имя любви и слава иисуса но и то что я делаю все все это я делаю для славы иисуса и просто потому что я люблю людей вот и все я уже все сказала я и отвечаю я уже все сказала о жени дух я сразу чувствую дух у нас разный я никогда этого не скрываю я чувствую что дух разный я об этом сразу говорю я уже все сказал о жене я записал ролик вы пишите вот такие маленькие комментарии там под его роликами я записал ролик на 40 минут я уклоняюсь я меня все время разносят куда-то но все таки 40 минут я поговорил я сказал все что я хотел сказать публичным я все сказал и сказал это как хотел более того вы помните я даже монтировал этот ролик я побежал там посмотрел не побежал я пошел в принципе скидывать ну и да захотел посмотрел там женин канал в первый ролик помните еще дописал там про то в конце что-то заглючил сосед меня прерывал там я все сказал я все сказал что я думаю и как я думаю и как я это обычно делаю как я хочу это делать так я и высказался когда меня там начинает что в лицемерии в лояльности в толерантности у меня есть любовь к человеку вот и все и я ее проявляет так как считаю нужным называть это какими хотите словами толерантностью и вкладывая в толерантность лоу плохо ну пожалуйста я высказал то что я считаю нужным высказать в призме любви я и пишу что я уже все же не один а кстати по поводу тоже она сказала что 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 жени думаю этот ролик вы озвучили смысле что жени его посмотрит ну может быть посмотрит написал его не для жени жени в принципе знает писание так как он знает будет ли у нее желание время смотреть я не с этой цели расписал вот для тех кто колеблется вот для них я писал и уж точно не для себя да вы понимаете машины я пишу ролики они вы не я вас смотрю а вы меня да я пишу для тех кто кто колеблется а если интуитивно не колеблется вот именно то писание знать не знают и только мог до арты раскрывать и и и и кирпичами другого камнями камнями закидывать я показал что писание о чем говорит писание вот и все и не в этом ролике я же и сразу сказал что я ничего не упоминал там и не собираюсь этого делать тем более в конце же они завтра передумает о ролик в ролике будет все время же не какой жени и что этаж они так говорит или же не так пропали даже они завтра передумать так проповедовать и этот ролик записал просто об имени сука заметил в каком он контексте подан вот именно не потому что существует уже какие-то мировоззрения да и все под небом одно и то же я просто я все думал может него и начать евангелию от марка его первым ставить и даже картинку эту не добавлять, потому что я выберу опять классическую какую-нибудь картинку, и на все Евангелие буду, сейчас новый круг пойду, Нового Завета читать, и я, чтобы они не различались, хотя там разные темы, но кто заметил, я брал одну стационарную, так скажем, картинку, добавлял, и потом просто делал единички, два главы, хотя, в принципе, можно было темой тоже значок как-то сделать более понятный, но я решил от этого отказаться по такой схеме, и вот по имени Иисуса, в принципе, я хочу с Марка начать в этот раз по-человечески, круг Нового Евангелия читать, и Нового Завета всего, и там, как Евангелие от Марка начинается, начало Евангелия Иисуса Христа, и как я говорил, я уже буду читать не как-то там большими кусками, кругами Фибоначчи, показывать Альфа-Омега, что поверь, покайся, надеясь, живи святое, и получишь по своей жизни, да, уже нет показывать, а вот действительно, может быть, на одном слове остановиться, и все сказать, что я думаю, на каком-то, и вот можно было это в Евангелии от Марка, но потом подумал, пусть отдельным роликом будет, его можно просто добавить в плейлист Евангелия от Марка первым, можно и по Матфею, но все-таки читает я Матфея, читаю Луку, получается, его в каждый плейлист можно добавить первым роликом, вот и все, я решил так сделать, да, тема актуальна, я говорю, не зря набрал его на просмотры, для моего канала это много, для одного ролика, тем более за столько дней, емит, но потом они тоже набирают, естественно, в поисковиках участвуют, ну, и сколько-то набрал, я рад, что люди, может быть, там делятся, то есть, я свое мнение высказал, и Женя, как я уже сказал, знал об этом ролике раньше всех, потому что мы накануне как раз в ВКонтакте немножко пообщались, аудиосообщениями там, поговорили, все, и я ему тогда сказал, говорю, Женя, я даже тебе не звоню, и не предлагаю поговорить на эту тему, я говорю, вот я ему сказал, я ролик записал, если у тебя есть желание и время, и если ты его послушаешь, я, кстати, помню, не только всем говорил, вы помните, я сказал в прошлом, ответов на вопросы, говорю, когда вы только послушаете, тогда я буду от вас вопросы принимать, если вы не скажете, что вы мой ролик посмотрели, зачем я буду то же самое молоть, там я просто, степенно все, что я мысль рассказал, Женя сказал то же самое, когда меня вот в этом лицеприятии обвиняют, я Жене сказал то же самое, Женя мне свидетель, да и можно аудиозапись ВКонтакте прослушать, я ему сказал, что вот если ты послушаешь и посмотришь, тогда мы можем эту тему поднять, ты хотя бы тоже будешь, я-то смотрю тебя, и знаю, как ты думаешь, посмотри, как думаю я, и тогда мы сможем публично, может быть, если ты захочешь, можем беседу и записать, вот даже как это я делаю, там, на канале, ну, он сам тоже некоторый же, потому что есть там беседы, приезжают к нему люди, или там по интернету, я говорю, и сделаем, можем беседу, поговорить, ну, надо все-таки тоже чтобы я там не молол, одно и то же, вот, ну, правда, после этого, не я это, не спрашивал, Женя, я, как вот многие, я не впиваюсь в людей, мне кажется, что он сам, если что, захочет поговорить, в принципе, ну, может, я попозже и сам спрошу, смотрел, нет, если он скажет, нет, я не хочу эту тему вообще с ним поднимать, если он не посмотрел мой ролик, не хочет, не может, нету времени, нет смысла, тогда эту тему нам поднимать, нет смысла, вот так вот, ну, и дальше я ей пишу, Женя один, я ей отвечаю, Женя один, о строгих желателей пустить ему кровь, ну, она же сама употребила эти слова, строгость, кровь, пускание, да, ну, не пускание, она сказала, его кровь, Женя один я пишу, о строгих желателей пустить ему кровь, там толпа разъяренная в интернете, и прибить ко кресту, и без меня достаточно, он вроде не терминатор, ну, я немножко шучу, потому что без юмора в жизни вообще не прожить, это может, я говорю, сразу в петлю залезть, я ей пишу, без меня справиться, если думаете нет, можете помочь им, тут я, я иногда, знаете, через вот эту шутку, когда человеку не просто притчу расскажешь, а его в эту притчу вставишь, очень помогает тоже, я заметил, я сказал, что я не собираюсь в этом участвовать. Иуда приходит предавать Господа, ой, он предал Господа, то-то, то-то, а он ему говорит, друг Иуда, он его даже по имени, его хулители по имени его назвать не могут, а Иисус Иуде говорит, друг Иуда, по имени называет, еще и прибавляет слово друг, и не важно, как там, кто переводит, приятель, я говорю, мы сейчас имеем греческий текст, Иисус говорил не на греческом, переводы под переводы, я разбирал этот вопрос, кто про Иуду, посмотрите мои ролики, как ни крути, он его назвал другом, другом. Вот так вот. Ну и дальше идет переписка у нас, да? Да, вы правы, много грязи на Евгения льют, да я немного думаю, а как это называются, сходы, с горы грязи, знаете, месси вот там начинаются, когда да, это и неудивительно. И, кстати, я вот зачитываю некоторые комментарии, а я ведь смотрю на людей, я знаю, кто эти люди, я видел их других, у других блогеров, в подписчиках тоже иногда, я не особо слежу там, комментарии вообще практически никогда не читаю под чужими роликами, сам я, если пишу, как я вам рассказывал, что, да-да, вот так вот, если мне нравится, хорошо и все, и поделюсь роликом тоже, и лайк поставлю все, и что-то напишу, и что, аминь, согласен, может, что-то добавлю, ну, бывает, могу ссылку на свой ролик дать. Они вчера с Женей пели панигирики, сегодня они вставляют ему ножи в спину. Я не такой. Я не такой. Я этого делать не собираюсь. И живой пример ножей. И поэтому, кто вчера ему пел панигирику, сегодня бежит ко мне. Вы думаете, я с этими людьми как-то, я уже понимаю, кто этот человек. Он завтра мне сделает то же самое. То же самое, что сделал вчера с Женей. И это никакая не любовь, как говорят там в лечении. Да Женя не псих. Женя не дурак. А то, что у него меняется его мировоззрение, вера, это его право. Право верить в то, что он хочет. И, кстати, право об этом говорить. Никто мы не имеем права друг другу рот кляпам затыкать. И нигде этому Иисусу не учил. С ним спорили, он сколько мог противостоял, нет, удалялся. У него была сила, власть Божья. Он мог их всем вот так рукой провести, без всякого меча головы отлетели бы у тысячи человек бы. У всех бы уста сомкнулись. Он уста размыкал, а не замыкал, если вы вспомните. Причем богохульный уста. Я научился этому. У Иисуса. Вот и все. Никого он от себя не гнал. Сидят на прощальном ужине кто. Великие его ученики готовы из-за него душу положить. Причем это не Петр, как мы видим. Мы благодаря синоптикам видим, что, да и вообще Евангелие, что и не только один Петр-то, оказывается, клялся. Все то же самое говорили. Не отречемся, будем с тобою. Жизнь положим. Значит, все это говорили. Написано, все тоже говорили, что и Петр. И подобное, то и подобное, как там, я говорю, все время на слова обращаем внимание, за них готовы цапаться, как было на самом деле. Пойди теперь разберись. И он с ними. Почему я должен от Жени отходить? Почему я должен его поносить? Где там ученики друг друга поносили? Там все достойны были. Такой грязи. Так. Да, вы правильно. Да, вы правы. Много грязи на Евгении. Да, это и неудивительно. Иисус подобных, как вы выразились, на самом деле, очень мало. А где-то я же это, что-то я не пойму, где мой ответ-то. Ну, ладно. Это я где-то в другом месте, что ли, сказал. Ну, ладно. Как вы выразились, на самом деле, очень мало по земле. Я не об этом. Многие пишут ему от чистого сердца, по-человечески. Петр тоже по-человечески Господу говорил, да не будет этого с тобой. И по-братски, я упрекнула вас не в том, что у вас мало любви. Вы лицо публичное, поэтому естественно, что к вам обращены глаза и уши всего интернет-пространства. Вас конкретно спрашивали ваше мнение о таком отношении человека ко Христу и его имени. Мало ли, что меня спрашивали. Иисуса тоже спрашивали, а он им ответил вопросом на вопрос. И я вас спрошу и рассказал им притчу. Не помните? Когда они от него допытывались знамени с неба. А с чего вы взяли, что я обязан вам отвечать на те постановочные, постановленные вопросы в той форме. Да, мне четыре дня писали, закидали тоже этими вопросами и по любви, и не по любви. Кто по каким мотивам писал. Я через четыре дня записал свой ролик. Я сказал просто, что мне пишут вопросы. Я не собираюсь отвечать на все эти вопросы. Мне не нравится, как там написаны эти вопросы. Я не согласен с самой постановкой. Я никому ничего не должен, кроме взаимной любви. И для меня это не любовь. Я не собираюсь отвечать на как там постановленные вопросы. Я дал свой, Ответ общий на мой взгляд этих событий. Я в том ролике, помню, начал говорить, что я не буду говорить в том ролике об имени Иисуса. Как там, что. Я сказал, что я запишу свой ролик потом по Писанию. Не буду просто вот этими вилами на воде возить. Я как раз в том ролике и сказал свое отношение к Жене. Личное отношение к Жене. И оно у меня построено. Внутреннее отношение. Мировоззрение на любого человека, на Женю в частности, на Евангелие, на жизнь и учение Иисуса Христа. Как он поступал. Вот и все. Вас конкретно спрашивали ваше мнение о том отношении человека ко Христу и его имени. Но это его отношение. Я не собираюсь судить его отношение. Не собираюсь. Даже его отношение. Его мировоззрение личностное. Я могу за общую взять, что вот есть такое. Я понял, что человек может так мыслить. А значит, могут и другие. И я свое мнение в этом ролике потом высказал. А Женя пусть относится как хочет. Как хочет. Это его личное дело. У нее есть дар свободы, данный ему Богом. И каждому из вас, кстати. Вот и все. Я сейчас вот, может быть, еще дополняю то, что я говорил. Вот именно она пишет. Дело даже не в Жене. Это мог быть кто угодно. Вот я в общем. Но она сейчас, в принципе, подойдет к этому. Я в этом ролике, вот именно, имеющий уши, да услышит. И в этом, и в том. Я высказал свое мнение. Я же сказал, в принципе, свое мысль, основанное на Евангелии. И понятно, как я мыслю, что все, кто так не мыслит, я считаю неверным мышлением. Поэтому, чего тут непонятно? Почему я должен судить конкретного человека? Иисус пропадал в толпу, и люди самоосуждались. И кто хотел, каялся. И кто нет, бесполезно. Ты ему хоть тыкай, хоть в толпу говори. Это не вопрос о том, нравится ли вам Женина рубашка. Неудивительно, что от вас ждали более объективного и конструктивного ответа. Хотя, кстати, вот этот все комментарий, она пишет же к ролику-то об имени Иисуса, а не под роликом о Жене на лаве. Ну, здесь, видимо, все, и мысли о того ролика, я так понимаю, все тоже вперемешку. А для меня это разные ролики. Там я дал мнение о человеке, а тут об учении, которое сам исповедую. Вот и все. А вы сами складываете. Ну, она, в общем-то, к этому пришла. Вот, ну, вот я и говорю только, сколько всего мы пишем, думаем. И зачем все это? Я об имени Иисуса, более конструктивного и объективного ответа, я говорю, найдете в интернете, сбросьте мне ссылку. То есть, все там только вопят, шумят, шапки вверх бросают или что там делают, да? А кто записал ролик об имени Иисуса? Простой, понятный ролик, чтобы все колеблющиеся утвердились. Я от себя сделал, что мог. Есть кто еще такой? Покажите мне. И слава Иисусу. Вот я действительно человеку по-братски пожму руку. А вы только мечете бисер. Пыль, пыль, воздух бросаете. И я пытался понять ваше отношение к подобным откровениям, потому что уверен, человек, вкусивший благого глагола и здравого рассуждающий, не может никак относиться к вопросу о его Господе. А где я никак? У меня самая, как и мне думается, естественно, мы все думаем, хорошо, самая здравая реакция. Я люблю человека лично. И не обязан любить его мировоззрение и при этом его принимать. И проявлять это так, мое несогласие с своим раззрением, чтобы его от меня тошнело. Говорить истинную правду бывает очень непросто. Я это знаю. Наверное, ваша манера такая. Моя манера. Я стараюсь уподобиться Иисусу Христу. Может, у меня не получается, и кто-то со стороны меня сравнивает, и ему не кажется это похожим, но мне это кажется. Я-то искренне сердцем. А как вам кажется со стороны, это лишь ваше тоже мнение. Оно точно такое же субъективное, как и мое о себе. И ваше обо мне мнение точно такое же субъективное. На какое у меня основание, кроме внутреннего просто расположения или отзывания сердца на ваше сердце, я должен просто так вам доверять, что вы смотришь со стороны, а я сам на себя. Я сам за себя буду давать отчет. Я потом не буду говорить, вот Маня, Петя, Вася мне сказали, Господи, помните, как Адам с Евой. Это ты с них спросишь. Да нет. Господь спросит с тебя, неважно, кто был причиной твоего греха. И одно дело, мне что-то говорят, и у меня откликается сердце. Да, если не откликается, почему я должен по вам корректировать свою жизнь? Я сам за себя буду давать отчет. Сам за себя. Именно поэтому я никого никогда не виню и не осуждаю. Я сам всегда принимаю выбор. Если я на кого-то разозлился, позлословил, я каюсь, в отличие от некоторых. Мне не надо долго уговаривать. Мне действительно достаточно обличить меня в личном грехе, что я обидел человека. Только не так, что я его маму церковь назвал сектой. Это ты ее придумал, что она тебе мама секта. Тогда я говорю, а не тогда Иисусу нечего было приходить. Он им то же самое говорил. Так, это я знаю. Наверное, ваша манера такая, говорить по-своему и не напрямую. А слушающий вроде как сам должен извлечь сказанное, если не совсем туп. А уж если не услышал, то и вы не виноваты. Аминь. Вот если я, конечно, не знаю, от чего сестра дошла и вложила в это во все. Но, в принципе, мне кажется, что мы поняли, я надеюсь, друг друга. Неужели непонятно по моему ролику об имени Иисуса Христа. Как я, тем более, сказал, что это не просто какой-то, знаете, я, как это, какой-нибудь педагог религии. Просто рассказываю. Мне, в принципе, я сам к себе к этому не отношу. Я просто могу все разложить по полочкам. Нет, я говорю, что я сам так исповедую. Я так читаю, я так верую, так исповедую и так проповедую, я этим занимаюсь. Все. Что еще надо? Неужели непонятно мое отношение к противоположным или близ идущим мнениям? По-моему, все должно быть очевидно. Вот так вот. Ну вот пишет сестра, да? Аминь. Спасибо, Дмитрий. Очень назидательно. И ведете вы себя по отношению к Евгению, на мой взгляд, она пишет, по-христиански. Не потому, что я только панигирики о себе воспринимаю. Я действительно хочу жить свято. Я стараюсь жить свято. Я отличаю свои слова и дела с Евангелем, с жизнью учения Иисуса. Не потому, что я не принимаю там обличения. Просто это лишь твое тоже субъективное мнение. Одно дело, я тебя лично обидел. Ты можешь мне это сказать. Это грех личный. Я что-то тебе сделал плохое. Прошел мимо твоего горя, даже я всем говорил. Скажи мне об этом. Это тоже грех, я как раз считаю. А это все лишь ваше субъективное мнение. Даже сравнение моей жизни с евангельской жизнью. Это субъективное мнение. Ваше субъективное. Истина только в Иисусе. Мы люди, не истина. Мы лишь к ней стремимся. Не поливайте грязью и не брыжите слюной от ненависти. И причем именно слюной они брыжут от ненависти. А никак они поддаются, что у них от любви такая бешеная слюна во все стороны разлетается. Выставляя в интернет никчемные ролики. Вот я с сестрой абсолютно согласен. Не потому, что она даже обо мне говорит. О любом. Я считаю, что по-христиански, это не христиане, кто так поступает. Я их не считаю. А почему я этих не сужу? Потому, что я их за христиан просто не считаю. И я говорю, это не значит, что я их не считаю за нелюдей. Но учениками последовательной сусы я их не считаю. Они мне не брать, и я их не сужу. Я судить могу только в собрании, в своем собрании. Не в собрании в церкви, а в своем личном собрании. Кому у меня есть какой-то доступ. Мы можем действительно... Человек, когда ты его извергнешь из своего собрания, он задумается, что он потерял свою семью. А это все извергают, придают анафеме по интернету. Это такая чушь. Извергнуть можно, обличить брата, поставить там на измечание только в своем собрании. В котором ты являешься членом, ты хоть и являешься членом общего тела Христова, но у тебя есть своя семья. Мы не можем дружить со всем миром. Пусть у вас там 2, 3, 5, 10, 15, 20. Вот вы друг друга. У вас одно дыхание, одни глаза, одни уши. Оттуда можно, можно устыдить брата. Можно что-то сказать. Тем более, если он кого-то обидел из этого собрания. Да. Сказать, давай, дорогой-ка, что-то с этим вопросом мы решим. Так оставлять нельзя. А это все. Думают они там кого-то способны от тела Христова отделить или прирастить. Не вы это делаете. Так что вот так вот. Я не все читаю так. Очень избрано. Какие мне хотелось. А, Сист там пишет. Спасибо, замечательный разбор. Насчет произношения С в иврите это не так. С произносится нормально. Я хотел тоже, да, на этот комментарий дать. Я не выписывал. Видите, поэтому приходится взглядываться, опять вчитываться. Я, может, не так выразился или действительно ввел в заблуждение. Я не говорю, что в еврейском языке в иврите нет буквы С. Я, может быть, так как-то выразился или меня неправильно поняли. И я не претендую на роль лингвиста ни в коем случае. Да, я тоже в этом любитель, по сути. Сколько разбирался, сколько могу. Но если вы откроете, я вот не подготовил. Опять не будем сейчас, да. Ой, ну хотите, давайте, ладно. Чтобы это было наглядно. Вот мы возьмем Саул Павел. Это две секунды, в принципе. Да, по-моему, Википедию мы откроем. Апостол Павел. Надо было сразу... А, да вот, вот. Давайте вот. Тут я вижу. Там разные, можно сайт любой практически открыть. Апостол Павел, Савл, Саул, иврит, вот написано, Шауль. Я хотел сказать о том, вон, Шауль и Старса, что непонятно, почему русский перевод, когда делали, пусть и надально, там еще кто-то, непонятно, почему многие слова, которые в еврейском, ше-то есть русское ше, почему вы не пишете Шауль? А потом он там был переведен, допустим, на Павел. Павел уже более понятное имя греческое, да? Почему они, где есть реальное ше, а есть реальное эс? Нам переводят ше как эс. И пишут не Шауль, а Саул. И таких много мест, если честно, уже забыл. Просто надо по опыту. Не одно такое. И это не только в именах. Так многие слова, я там уж не помню. Шахина там, ну нет. То есть, есть там эс, конечно, в еврейском есть эс. Но многие, где вроде бы шей, можно было просто дословно перевести, тем более имена переводятся на языке обычно вообще, как бы имена собственные, как есть, так и пытаются транскриптировать или как-то перевести на язык, на который хотят перевести. То очень странно, что многие... Я когда-то просто такую лекцию слушал на эту тему. Я немножко изучал, конечно, просто говорю, я не претендую там на роль совершенства. Вот, поэтому насчет произношения эс, вы врите. Это не так. Я не говорю, что эс не произносится как эс. Если там есть эс, она и произносится, и у нас, может быть, идет перевод эс. Я имел в виду, я говорю, или меня неправильно поняли, я надеюсь, я сейчас... Может, я там действительно как-то так выражался. Я имел в виду, что многие, где действительно ша, и можно было по-русски перевести шауль, допустим, зачем вы переводите саул без мягкого знака, с межто эш, если буквы ша нет, то есть. Переведите шауль. Я уж забыл, еще подобных слов полно вам известных, да. Но вот имя Павла, допустим, всегда мне почему-то вспоминается. Вот, послушайте, каких-то еврейских вот этих проповедников есть, и евреи верующие во Христа, да, у нас. Они вам об этом уж четко расскажут, я просто смотрел. Вот, поэтому... Ну, может, сестра еще и сейчас что-нибудь поправит меня. Ну, я вот так, вон, пожалуйста, живой пример открываешь, и написано еврей, ша, а переводит как с. Я вот что имел в виду, транскрипцию. Я не... А здесь, или я опять, или я тоже не понимаю, о чем сестра пишет, что насчет произношения с в еврей, это не так. С произносится нормально. Ну, понятность там есть, она, может быть, и на русский транскриптируется, или как переводится как с. Но почему-то странно, что где ша, тоже переводит как с. Зачем это делаешь? У нас буквы ша нету, есть. Вот так вот. Так, отсюда все. Что, 30 минут? Что там у нас на лайве? Давайте мы с вами закончим. Поговорили ролик, назову опять. Тогда мы сегодня очень много поговорили. О Жене и о имени Иисуса. Я так этот ролик... Мне очень нравится все-таки хоть как-то их называть, чтобы был хоть какой-то ролик, можно было по названию, что-то посмотреть, кому-то что-то интересное. Я еще хотел на лайве там немножко. Может, сейчас отдельно запишу. Хотя там ничего такого особенного нет. Все нехорошие комментарии. Кто-то начинает в меня впиваться и кровь просто литрами высасывать. Я сразу баню. Мне все это неинтересно. Я вам уже говорил. Я к этому пришел. Не один год уже этим занимаюсь. То есть, голову себе не забиваешь, в бан отправляешь и живешь спокойно. То есть, никто не обязан эти помои на себя лить постоянно с самого утра. Вот так вот. Все, мои родные, любимые, сердцу, дорогие братья, сестры, христолюбцы. Все мои контакты, вы знаете, всегда у вас на экране. В описании к ролику все есть и все полезные ссылки. В том числе адреса трех моих каналов. Подписывайтесь, смотрите, что вам интересно. Ставим всегда лайк обязательно, если ролик понравился. Если кому полезно отрадо-назидательное мое служение. Обязательно делимся с теми, кто ищет ответы на какие-то мучающие вопросы. Ну и вообще, евангельской христовой правды. Все, я с вами прощаюсь. Помните заповедь Господа. Любить друг друга так, как это делал он нам. Дав нам в себе пример, образец, путь для того, чтобы мы, идя по нему, свободно вошли. И открылся нам свободный путь для входа в вечное царство Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Но будем этот путь прокладывать не пустословием, а делами и истиной. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok